О, милый нас, святый и безмерный, о, милый нас. Эти кадры, которыми мы сегодня приветствуем всех зрителей программы «Москва-Минск», были сняты нашими украинскими коллегами во время торжеств, посвященных тысячадвадцатилетию крещения Руси в июле прошлого года. А фильм об этом событии был показан в феврале в Москве на традиционных рождественских чтениях. Эти чтения проводятся с 1992 года и притягивают православную общественность со всех уголков страны, дальнего и ближнего зарубежья. Мы воспользовались этим событием, чтобы еще раз взглянуть на проблему единства и взаимопонимания славянских народов, объединенных общей историей и единой верой. Представил этот фильм в Москве известный общественный и православный деятель, один из руководителей движения «Путь православных» Юрий Александрович Болдырев. Сегодня он гость студии «Москва-Минск». И мы попросили его ответить на наши вопросы. Мы признательны движению «Путь православных» за предоставленные кадры, поскольку они, как нельзя лучше, характеризуют истинное положение вещей на родственной нам Украине и доказывают очевидность заблуждений ряда политиков о том, что наши народы движутся в разных направлениях. «Путь православных» Юрий Александрович, я знаю, что вы очень часто организуете крестные ходы, посвященные определенным датам. Последний был посвящен 1020-летие Крещению Руси. И вот насколько масса в этом мероприятии, что вы замечаете, как относятся люди к подобного рода организациям, предприятиям? Первая идея крестного хода, которая пришла нам еще в 2001 году, была связана с приездом Папы Римского. Наверное, уже все привыкли к тому, что если Папа Римский приезжает в какую-либо православную страну, то эта страна уходит из орбиты влияния русской православной церкви. Так случилось с Грузией, куда Папу Римского пригласил Шеварнадзе. Так случилось с Украиной, куда Папу Римского пригласил Кучма. И когда в 2001 году ждали приезда Иоанна Павла II, то все были этим ужасно раздражены, но никто не знал, что делать. И тогда мы собрали такие хорошие, значащие иконы, которые были понятны людям, прославленные иконы, чудотворные иконы. Центральной иконой того крестного хода была икона «Призри на смирение» из Веденского киевского монастыря. Это очень знаменитая икона, которая в 1992 году отпечаталась на стекле. Ну и вот мы обнесли страну. Тогда крестный ход длился три месяца. Мы начали в Духов день 4 июня и закончили на Успене 28 августа. Ну и трудно сказать, что было бы, если бы этого не было. Все наши крестные ходы связаны именно с тем, что мы пытаемся защититься от вражеских воздействий. И этот крестный ход, который мы делали в этом году, тоже имел на самом деле такую составляющую. Потому что президент Ющенко со своей командой хотели использовать юбилей для того, чтобы получить некую индульгенцию от Вселенского Патриарха Святейшего Варфоломея. Но, как говорится, Бог не в силе, а в правде. И Бог поругаем не бывает. То есть в итоге ющенковских усилий, которые хотел расколоть нашу церковь, мы получили совершенно обратный результат. А именно, Святейший Патриарх, ныне почивший в Бозе Алексей Второй, приехал в Украину, где он не был с 90-го года еще. И не просто приехал, а служил на Владимирской горке вместе со Вселенским Варфоломеем. Служил на Соборной площади в Киево-Печерской лавре. Общался с киево-печерскими монахами. Общался с киево-печерскими преподобными святыми, которые лежат в пещерах лавры. То есть, благодаря тому, что не Ющенко, а Бог управляет церковной ситуацией, мы получили то, чего ждали, может быть, много лет. Мы собрались спустя 1020 лет на том самом месте, где крестил Русь князь Владимир. В память этого великого события, в День Святого Духа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, начинаем мы крестный ход. Сам равнопостольный князь отправляется в путь с Пресвятой Богородицей, святителями Дмитрием Ростовским, Феодосием Черниговским да преподобным Агапитом Печерским. Нам предстоит 40 дней пути по городам и весям Украины. Этот крестный ход особенный. В его маршруте не только большие города и кафедральные соборы. Святыни пройдут по глубинке, там, где люди особенно нуждаются в духовной поддержке. Их сопровождают миряне, юные насельницы городокского женского монастыря и послушник Киевской Свято-Введенской обители. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Насколько массовые подобные мероприятия? По-разному. Если в селе живет 100 человек, то больше 100 человек к иконам не придет. А если в городе живет миллион, то, как правило, к иконам приходит несколько тысяч. Все зависит от того, насколько, говоря канцелярским языком, территориальная община консолидирована. В большом городе, где у людей масса различных занятий и развлечений, к крестному ходу приходят только глубоко верующие люди, те, для кого это действительно большое событие. Мы идем по местам историческим, где пять веков назад с введением унии разыгралась настоящая трагедия православного народа. Сегодня в этих местах тоже не утихают межконфессиональные споры и православные, как и много веков назад, отстаивают свои соборы. Приезд в святынь для них – особая поддержка. И словно благословение, над резиденцией Константина Острожского в Староконстантинове и над выстроенными им храмами – огромный облачный крест, который плывет над городом, пока молятся у святынь горожане. Юрий Александрович, уже в 17-й раз в Москве проходят рождественские чтения. Вот как вам кажется со стороны гостю из Киева, в чем смысл этих чтений и на что они направлены, почему пользуются такой популярностью на постсоветском пространстве? Во-первых, я гость не со стороны, потому что церковь у нас единая. Я являюсь духовным чадом Русской Православной Церкви. Украинская Православная Церковь является неотъемлемой составной частью Русской Православной Церкви. У нас один патриарх, у нас один священный сенот, у нас один поместный собор. А что касается популярности этого мероприятия, полное название – это педагогические чтения. То есть это события, которые организуются для различной работы, прежде всего педагогической, с детьми, со взрослыми, с заключенными, с солдатами, с новыми верующими, с теми, кто не прошел через таинство крещений, которых церковь ищет и крестит при их желании. То есть это мероприятие, направленное на самые широкие слои современного общества. Юрий Александрович, Вы сейчас говорите о единстве нашей Церкви. А сказался ли как-то политический раскол на этом единстве? Чувствуется ли это в общении украинцев, россиян, белорусов? Если, к сожалению, просто ответить на этот вопрос и коротко нельзя. Дело в том, что те процессы, часто негативные, которые происходят в церковной среде, они связаны, на мой взгляд, не с суверенизацией Украины, не с развалом Советского Союза. Развал Советского Союза и суверенизация бывших советских республик – это только повод для возобновления тех процессов, о которых идет речь. В действительности идет старая борьба, этой борьбе тоже тысячи лет, борьба между Константинополем и Римом, борьба между восточным и западным христианством, борьба между римской курией и православными поместными церквями за влияние. И в сознании определенной части украинского истеблишмента, которые по форме, может быть, и считают себя верующими людьми, но таковыми в действительности не являются, Папа Римский – это нечто позитивное, это нечто уважаемое. Они хотят быть к этому причастны. И вот я думаю, что в значительной мере именно наступление римской курии на православные, традиционно православные территории и является причиной того состояния, в котором находится сегодня украинское общество в церковном вопросе. То есть это не спонтанный процесс, и он вызван не столько суверенизацией Украины, сколько наступлением Ватикана. То есть тенденции в политике и в церковной жизни, они, в общем-то, похожи, если иметь в виду западное влияние и попытку расколоть? Ну, если в политике игра против дезинтеграции советского пространства, Советского Союза, как одного геополитического пространства, это была игра прежде всего Соединенных Штатов, то в духовном пространстве дезинтеграция православного пространства – это игра Ватикана. Делегации всех поместных церквей прибывают в столицу Украины. Но с особой теплотой встречает народ своего патриарха, прибывшего в Киев после многолетнего перерыва. На Владимирской горке у стоп святого князя тысячи людей, собранных со всех концов земли, от всех земель и языков. И как некогда на берегу Днепра Русь крестили греческие и русские священники, так и ныне славу Богу поют певчие Греции и Руси, а литургию возглавляют греческие и русские первосвятители. Более 150 архиереев сослужат патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины и Владимиру в день памяти святого равнопостольного князя Владимира. Сотни священников участвуют в богослужении. Тысячи мирян наполняют площадь перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. И в этой общей молитве поистину нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Все одно во Христе Иисусе. Памяту я, опереданный нам в святом крещении евангельской заповеди, да будут все едино, мы призываем всех духовных наследников священной Киевской купели крепить наше единство в Духе Цветом. В этот праздничный день мы вновь обращаем слова любви к отпадшим от церкви с призывом вернуться в ее спасительные луна. В благом деле созидания и сохранения церковного единства да поможет нам молитвенное предстательство чествуемого сегодня святого равноапостольного князя Владимира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok